Сегодняшняя тема. Центр помощи жертвам домашнего насилия, насилию, нет, запустил собственное СМИ, онлайн-издание получило название «Утопия». Новое онлайн-издание будет рассказывать не только о проблеме домашнего насилия, но и о насилии в отношении мужчин, детей и пожилых людей, а также освещать вопросы гендерного равенства. Редакцию возглавил Илья Панин, ранее занимавший должность шеф-редактора сайта «Спит». Центра «Утопия», безусловно, часть Центра «Насилию», нет, один из его проектов. При этом мы достаточно автономны. Изначально, когда Центр только появлялся, был слоган «Сделать проблему домашнего насилия видимой». И действительно, последние лет пять эта проблема стала в России наконец обсуждаемой и одной из самых громких, медийных. «Насилию», нет, и лично Анна Ревина приложили к этому очень много усилий. До сегодняшнего дня все новости и тексты нашей редакции выходили на сайте «Насилию», нет, и там основной фокус был именно на домашнем насилии. Домашнее насилие – наша ключевая, якорная тема, но далеко не единственная. Нам интересно изучать сам феномен насилия, разбирать его на составляющие и рассматривать под микроскопом. Мы хотим писать не только про насилие над женщинами, но и над мужчинами, детьми, пожилыми людьми. Не только про насилие в отношениях, но и про насилие со стороны государства. Ну и, конечно, важная тема – гендерные различия и роли. Мир меняется быстрее, чем мы принимаем новые правила. Точек непонимания и конфликтов много. Можно ли преодолеть разрыв между разрушающимися старыми и еще не выработанными новыми нормами? Прокомментировал он подробнее задачи и цели, утопии. Нам интересно дать слово и тем, кто пережил насилие, и тем, кто его совершает. Мы будем изучать природу самого насилия, как оно меняется, влияет на мир и нашу жизнь, как с ним можно бороться и как его предотвратить. Будем искать самые болезненные проблемы и способы, как с ними можно справиться, говорится на сайте нового издания. У «Утопии» несколько рубрик, новости, истории, интервью, и «разборы». Кроме того, на сайте можно приобрести мерч «Насилию. Нет», выпущенный в конце ноября к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек и поддержать работу центра материально. Читай также о «В галерее» и узнай о звездах, которые пережили домашнее насилие.